доброе утро коллеги с вами всяков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день понедельник 10 сентября и начинаем наш разборках всегда с пары евро доллар а по паре евро доллар в конце прошлой недели второй половине пятницы мы пробили вновь минимальное значение которое было зафиксировано 6 сентября что в рамках часового таймфрейма нас возвращают вновь к нисходящей тенденции мы можем говорить о том что коррекция которая была совсем непродолжительной буквально четверг и первой половины пятницы она завершилась и мы вновь продолжаем свое нисходящее движение с целями снижения до 1 1370 и 1 13 ровно ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения которые были впаять в пятницу зафиксированы по цене 1649 по паре британский фунт американский доллар на текущий момент тенденция восходящая сохраняется цели роста это уход выше отметка 130 26 но в свою очередь если пара сможет закрепиться ниже минимальной значение которые также в пятницу были зафиксированы то в этом случае будем ожидать возобновление нисходящего движения с целями с ближайшими до 127 80 и на 126 70 соответственно по паре американский доллар канадский доллар сохранится тенденция нисходящая путь которая начала формироваться после пробития минимальное значение 5 сентября данная тенденция будет актуальна до тех пор пока мы торгуемся ниже отметка 13189 минимально максимальное значение пятницы и уже более подтверждение сильные будет в том случае когда цена уйдет выше максимум 6 сентября а по паре американский доллар японская иена на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая цели пусть снижение этого движения в области 109 64 возврата покупкам будем рассматривать после преодоления максимальные значения которые были зафиксированы в пятницу по цене 111 24 по паре австралийский доллар американский доллар здесь ничего не меняется сохраняется нисходящая цели по снижению остаются прежними это область 69 а возврат к покупкам а значит и отмена данного нисходящего движения в рамках числа таймфрейма последует в том случае с нас может закрепиться выше максимальные значения которые были зафиксированы четверг и пятницу по цене 7201 пара еврофунт в пятницу пробивает минимальное значение которое было зафиксирован в четверг что она текущий момент рамках числа таймфрейма сохраняется нисходящую ну и к тому же мы ушли ниже минимальные значения с 31 августа цели по снижению это область 88 36 возврат к покупкам рассматриваем после преодоления максимальные значения которые мы видели в пятницу по цене 90 ровно по нефти марки brent сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальные значения которые были зафиксированы в пятницу что в рамках числа таймфрейма нас возвращает фазу восходящего движения с целями роста до 79 50 ну а продолжение исходящей тенденции мы увидим в том случае с цена уйдет ниже минимальные значения четверга которые были зафиксированы по цене 7537 а по индексу дак сохраняется тенденция нисходящая цели по снижению это область 11709 ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях пятницы ну и bitcoin на текущий момент продолжает свое движение нисходящие цели по снижению это 5761 мы видим некоторую остановку последние несколько торговых сессий в том случае если bitcoin сможет закрепиться выше максимальные значения которые были зафиксированы вчера в воскресенье по цене 6426 то в этом случае будем ожидать возобновления роста по данному активу с целями до 7447 и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк ваши вопросы писать в комментариях ну и подписываться на наш канал чтобы всегда получать уведомления о новых видео всем спасибо за внимание и до свидания